Дождались первая партия бесплатных препаратов для ковидных пациентов. Жаропонижающие противовирусные гормоны, отечественные и импортные на основе рекомендаций Минздрава. Теперь они будут доступны тем, кто лечится от новой инфекции дома, в легкой и средней форме. Их будут получать ковид-положительные пациенты, а также те, кто имеет клинику, сходную с коронавирусом. Это кашель, одышка, температура, потеря обоняния. Пациент находится на дому, вызывает врача, либо бригаду неотложной медицинской помощи. И бригада приезжает к нему, уже имея несколько наборов препаратов для разной степени тяжести. Вторая модель пациентов, это когда все-таки пациент обращается в медицинскую организацию, он идет через фильтр-бокс, через какой-то отдельный вход, через инфекционный прием. Здесь тоже, если устанавливается ему диагноз коронавирусной инфекции, выдается набор для лечения на дому. Препараты будут доступны как взрослым, так и детям. Уже завтра их начнут выдавать в Барнауле, в районы края лекарства поступят в ближайшее время. Еще в октябре антибиотики и противовирусные было трудно приобрести даже за деньги. А в конце ноября в 109 аптеках края провели мониторинг по наличию востребованных лекарств. Почти во всех организациях нет и половины нужных препаратов при пневмонии и коронавирусе. Оказалось, непросто закупить и бесплатные для населения препараты. Очень сложно было сам процесс закупки организовывать по причине того, что как раз тут стала вся маркировка. И в связи с тем, что всей стране, конечно, понадобилось огромное количество лекарств, в том числе новых противовирусных, заключение контрактов, оно у нас как бы такое немножко растянулось во времени, связанное с поиском именно самих лекарственных препаратов и, собственно говоря, по тем ценам, которые бы устроили бы нас. На бесплатные препараты от коронавируса краю выделили 87 миллионов рублей. Этих средств хватит на два месяца, на лечение 11 тысяч человек. А дальше ждать новое распоряжение Минздрава и новых средств, если они будут. Усредненная сумма, чтобы было понимание, да, усредненная сумма, значит, на одного пациента, когда выделялись эти деньги, была обозначена порядка 7-800. Возможно, в свое время бесплатные лекарства помогли бы тем, кто не попал в госпиталь, не дождался скорой помощи и не смог найти нужные препараты, потеряв время и жизнь. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком.